Мобильная платформа разработчиков Avro. Если слайды покажет, то можно просто фоном их пустить. Я сейчас не буду отнимать много времени у всей аудитории. Если вы хотите подробнее посмотреть по решению, у нас есть стенд на входе, поэтому просто саму Avro давайте там, чтобы не задерживать выступление. На самом деле, на что хотел обратить внимание? Слайды, мне кажется, с каким-то паузой приключайте, кто захочет, посмотрит. Какую задачу мы решаем? Сегодня об этом много говорили, что цифровизация — это новая возможность и новые риски. И если раньше в контексте цифровизации в основном все говорили про риски экономационной безопасности, сейчас на тот же уровень, а может даже и выше, вышли риски технологическими рисками. Это все, что связано с санкциями, доступность технологий, изымание тех или иных сервисов и так далее и тому подобное. И это, с одной стороны, подтолкнуло импортозамещение, с другой стороны, его существенно усложнило, потому что сразу возникает вопрос, а зачем наменять что-то одно, если у нас рядом еще миллион других сервисов, которые зависимы от иностранных решений, и отключив их, там ничего не будет работать. Ну, там, в мобильной среде, там, если у вас даже стоит российский магазин-приложение на вашем андроид-телефоне, то пуши у вас по-прежнему работают через, там, гугл-сервисы, ну и так далее. И это приводит нас к тому, что этот вопрос комплексный и важный, как мне кажется, важно его не перекладывать полностью на заказчика. Если вот мы с вами как отрасль будем заказчику предлагать каждое свое решение, а дальше заказчик, как такой супер-мега-интегратор, должен у себя в голове представить, как это работает, как это внедрить, какими этапами это сделать, ну, наверное, гренатому и русатому это, в принципе, по силам, а большинство заказчиков, конечно, это просто невозможно. И здесь очень высокая ответственность, мне кажется, на самом отрасли, о том, чтобы предоставлять рынку комплексные решения, взаимосвязанные, работающие совместно и позволяющие, как правильно говорили другие докладчики, обеспечить поэтапный переход, теми шагами, которые возможны. С другой стороны, аналогичная ответственность накладывается на самого заказчика. Если заказчик говорит, я готов обсуждать один корректный вопрос, но не больше, то это тоже не даёт возможности компаниям выстроить правильную политику технологического замещения в данном заказчике и помочь ему плавно перейти на новую технологию. Из последних примеров наш проект с российскими железными дорогами, где компания приняла принципиальное решение по переходу с антройда на Аврору, при этом она понимает, что этот процесс займёт от двух до трёх лет. Год уже прошёл, остался ещё год. Алексей, минутку попробуем уложиться, если есть. Да, постараюсь. Соответственно, важно планировать эти шаги так, чтобы каждая новая инвестиция заказчика приближала его к предзамещению, а не отдаляла. Например, если по-прежнему заказчики инвестируют в разработку приложений под Windows, Android, iOS, не имея версии под отечественную систему, с каждым годом переход для него будет всё дороже и дороже. Если он закупает устройство, которое несовместимо с отечественным софтом, ну или наоборот, софт несовместимый с отечественным железом, это тоже удорожает его последующий переход на отечественные технологии. Ну и, наверное, такой кругольный камень всегда, да, компетенции кадры, тоже такой призыв к отрасли, объединять усилия в плане обучения, работы с вузами, учебными материалами и так далее. Сейчас я вижу, что почти все компании этим занимаются, но все занимаются самостоятельно. Возможно, как раз в лице РПП объединить усилия и, как мимо ряда ведущих вузов, делать комплексные программы, потому что что для базальта нужны системные разработки, что для ОМП нужны системные разработчики, или что для любых других компаний, а профиль-то один и тот же, на самом деле. Да, Алексей, хорошее предложение. Давайте вместе будем его делать, да, внутри. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова